Участники ЕГЭ, допустившие нарушение установленного порядка, будут удалены с экзамена. Так начинается самое сложное испытание. И речь даже не о проверке знаний. Тяжелее процедура удостоверения личности и постоянное наблюдение. Испытать свою нервную систему на прочность вызвались педагоги, журналисты, спортсмены и чиновники. Строжайшего досмотра не избежал никто. Правила для всех одинаковы. Перед экзаменом участники оценивают свои знания довольно оптимистично. Я думаю, что результаты будут положительными, хорошими, потому что мы все изучали русский язык. И я думаю, что, конечно же, остаточные знания будут достаточно прочными. Свои силы участники акции проверили лишь на фрагменте стандартного ЕГЭ. Поэтому вместо традиционных четырех часов решение заняло всего 30 минут. В числе заданий написать сочинение на тему родины и решить небольшой тест. Быстрее всего с экзаменом справился министр образования. И даже для него некоторые задачи показались замысловатыми. Для нашего поколения довольно сложно воспринимать вот эти тестовые задания. Потому что нужно понять и соотнести то, что ты вроде бы знаешь, то, что сформировано с точки зрения твоих знаний. Но эти знания нужно как бы в компетенцию перевести, компетенцию применения знания в новой ситуации. А вот больше всех баллов набрал будущий выпускник. Святослав Костенко не подвел отца министра. Сложно, нет? Нет, не сложно. Теперь осталось подтвердить знания на настоящем экзамене, который состоится в конце мая. Участники сегодняшней репетиции отметили, что проверять знания совсем не страшно. Куда большее волнение вызывают не задачи, а процедура регистрации, проверка металлоискателями и видеонаблюдения. Выпускникам советуют – относитесь к этому спокойнее, тогда и результат будет более успешным. Илья Кочетков, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости.